Всем здарова! Блин, а не будете писать комментарии, что реклама Самсунга? Ща! О! Самый главный в обзоре это перчатки. Почему же у меня лживый обзор на Nintendo Switch? Потому что вот каждый второй обзор, самый честный обзор на Nintendo Switch, самый честнейший разбор на Nintendo Switch, самый, вот, самый-самый честный обзор на Nintendo Switch. Вот у меня, чтобы выделяться из толпы, будет вот лживый обзор на Nintendo Switch. Чтобы отличаться от этих тварей, которые пишут честный обзор. Ненавижу! Сегодня я расскажу вам о плюсах и минусах Switch. Все давно хотели обзор на Switch от меня, на самом деле, и теперь он есть. Я думал сначала пользоваться им, ну, месяцок, и только после этого снять обзор. Но понял, что у меня накопилось слишком много всего, типа, то, что я хотел бы показать. Все мы знаем, что такое Nintendo Switch. Если вы не знаете, то есть куча других обзоров, мне хотелось бы говорить очевидное. В сотый раз, да. Короче, это игровая консоль от Nintendo. Сразу скажу, что из игр... Из игр... Секунду. Из игр у меня только Mario Kart, который шел в комплекте, и Super Smash Bros, который я, собственно, купил. И консоль Nintendo Switch купил ради вот именно этой игры. Потому что, допустим, ту же самую Зельду я сто лет назад уже прошел. Ну, это не обзор игр, это обзор консоли. А именно обзор консоли там... Я выпущу, наверное, через два месяца примерно. Там, допустим, обзор Nintendo Switch спустя два месяца активного использования. И что-то типа того. Ну, пожалуй, рассмотрим все плюсы и минусы, которые я заметил. Чем меня смогла порадовать консоль, и чем меня она не смогла порадовать. Для себя жирное пятно здесь, смотрите. Фига. Надо его постереть было сначала, что ли. Блин, как это непрофессионально все делаю. Ну, ладно. Блин, надо, смотрите, у всех там белый фон, да, обзорщиков. У меня какой-то стол сраный. Заклеенный монитор Samsung. В конце там пыльная веб-камера, там какие-то шнуры, блин. Короче, у меня все непрофессионально, но зато у меня перчатки. Все в катышках. Ну, короче, нехрадета, мне кажется, меня и смотрят. Ну что ж, пойдем по плюсам. Ну, пожалуй, первый плюс Nintendo Switch, это в том, что это портативная консоль. Ты можешь всегда взять ее везде, и не надо сидеть в какой-нибудь компа, вот допустим, самсунговского. И, или играть во что-нибудь там на плойке, или еще где-нибудь, там именно дома, или брать ее с собой, там, через три чемодана. И вот Switch для этих, например, идеально подходит. Допустим, на парах посидеть, поиграть. И, вот, многие игры Nintendo Switch вы, пожалуй, не запустили ни на одном смартфоне. Консоль действительно, вот, мощная для портативки. Никогда не понимал сравнения, вот, Switch с Xbox, там, PS4, там, Switch, да, Switch, это меньше мощный, чем PS4, Switch меньше мощный, чем Xbox. Вот это, вот это смешно. Ай, это же портативка, ё-моё. В общем, вы еще компьютер вот сравните с каким-нибудь ноутбуком, блин. Для портативки консоль действительно мощная, но это уже второй плюс. Третьим плюсом для меня, пожалуй, является экран. Конечно, найдутся люди, которые начнут кричать, что это санны 720p и так далее. Блин, телефончик нифига не видит экран. Это, что это 720p и так далее, что это не Full HD и даже не 4К. Чё вообще, вообще зачем играть на 720p? Ой, напомню, что это портативка. Последняя актуальная портативка. У меня была Nintendo 3DS. Вот она. Типа, и после неё играть на Switch, ну, ну, скажем просто. Экран у Switch просто великолепный. Вот на нём банально вот просто приятно играть, и он выдает сочные цвета. Другого и не надо. Третьим плюсом лично для меня является то, что у Switch большое количество игр. Лично я нашел с десятых игр, в которые, допустим, я играю на ПК. И при этом они есть на Switch, оказывается. Для меня это огромный плюс. Теперь я смогу играть в них и в портативе. Вот, действительно, это просто замечательно. Пожалуй, больше не буду пронумеровывать прям плюсы, типа 1, 2, 3, 4. Скажу, что консоль тактильно приятная. Вот ты её трогаешь, вот просто приятно. Её можно подключить к любому монитору, допустим, вот к этому, самсунговскому, вот, отродью. Вот с помощью вот этого вот дока. Типа, и играть на мониторе. Некоторые игры на Switch, вот, допустим, тот же Smash Bros. выдаёт 1080p и 60 FPS. И так что это тоже очень круто, и на консоли играть приятно. Ну, что ж. Моя неугомонная. Я знаю, что вы задрались слушать плюсы. Какая-то консоль крутая, какая-то консоль отличная, какая-то консоль вау просто. Что он её приятно трогать и так далее. Вот, вы, наверное, задолбали это всё слушать. Поэтому, минусы. Большинство заходит как раз в обзоры и послушать минусы. Ну, что ж, начнём. Начнём с того, что консоль гибридная. Ну, она позиционируется как гибридная, то есть ты можешь играть в неё в портативе. Вот, я играю на улице и так далее. Можешь подключить её к доку. Поставить его в док, играть, допустим, на телевизоре или вот на каком-нибудь таком вот отродье, типа этого монитора. Вот, кстати, вот подключен док. Ну, я купил, когда Nintendo Switch, в первый же день вставил её вот в док. Поиграть в... Фига себе, джунгли здесь, смотрите. Да, просто. Реально, в джунгли. Ладно. И вот поиграл, решил в доке в неё. Играл где-то полтора часа в Smash. В полтора часа играл, играл. В общем, вынимаю Switch из дока. И понимаю, что он нагрелся такой температуры, что его просто неприятно держать. И вот это ненормальная температура. Вот настолько нагрелась, что хотелось просто положить его, оставить и уйти. Вот, и не трогать его в ближайшие, не знаю, минут 10. Просто. И многие люди скажут, это нормальная температура, это продумано, всё, инженерами Nintendo Switch всё выдержит, может вставлять без опасений. Ребят, в первую очередь Switch это что такое? Это компьютер. И такой перегрев для компьютера, он не то, что нежелателен. И он запрещен. Просто. Если ты будешь использовать Switch в доке на протяжении долгого времени, то он у тебя просто сломается. Не, конечно, может это просто я играл в требовательную игру, а в остальных играх всё хорошо. Но сам факт есть факт. Я первый раз сел за консоль, поиграть в её в доке, и он перегрелся. У некоторых по комментам Switch вообще вырубается от температур. Лично я после такого, вот после такого, что было и что я почитал, использовать Switch буду в основном только в портативе. То есть вот именно вот так вот. Типа, играть в доке, мне кажется, слишком опасно для Switch. Кстати, вот в портативе, когда я играю, вот допустим вот так сейчас, у меня Switch тут чуть тёплый и охлаждение работает нормально. Многие уже, наверное, задолбались и думают, когда же я его включу. В общем, второй минус сразу назревает. Это минимализм. То есть, когда я включил Switch, он выглядел вот так. То есть, на нём вообще ничего не было. То есть, вот вообще ничего. И вот только на Switch есть самые базовые кнопки новости, eShop, то есть магазин, там альбом с скриншотами, настроить Joy-Con, настройки и выключение, типа в режим ожидания. Больше на нём ничего нет. И как бы... Ну знаете, ребят, вот допустим на той же вот 3DS, когда ты её включал... Сейчас, ребят, секунду. У тебя уже вот было и камера. Ну, в камере можно бы там посмеяться было и порофлить. Это... Ми. Площадь Ми с маленькими мини-играми. Вот она. Был там, допустим, журнал действий полноценных, с книжечкой открывать. Даже приложение для музыки было. Вот допустим, даже можно тупо подуть было, смотрите. И у тебя крутились иконки. Мелочь, а приятно. На Switch'е... Просто ничего нет. Тупо пока ты не купил и не скачал. Вот у меня две бесплатные игры я скачал. Типа, пока у тебя нет игр, то есть он у тебя будет полностью пустой. Ты на нём вообще ничего не сможешь делать. Это печально. Даже фоновая музыка не играет. Вот допустим, здесь у меня сейчас... Я поставил такую музыку, чтобы я играл, но... В обычной стандартной теме, если включить звук, будет играть фоновая музыка от Nintendo. Специально для меню. Здесь не играет ничего. Вот только слышно переключение иконок и всё. Души! Вот души не чувствую от Switch'е. Души, понимаете? На той же Wii U тоже были фоновые музыки и так далее. Единственное что можно делать... Это... Сейчас, где это? О, это поменять тему. Типа, с такой на белую. Всё. Это всё, что можно сделать на Switch'е. Это вся кастомизация и весь интерес, который можно сделать в меню. Всё. Типа, больше ничего нет. Я вовсе не обманываю. Следующий минус Switch'а это аккумулятор. Многие обзорщики, прям реально уважаемые обзорщики. Вот не то, что я хрен с горы, а вот именно уважаемые обзорщики. Прям говорят, что аккумулятор на Switch'е норм. Всё их устраивает. То есть, вот отлично им хватает всё. Официально заявляю ещё раз от имени моего канала, что каждый, кто говорит, что на Switch'е отличный аккумулятор и им всё хватает, они не играют на Switch'е. Они не играют на нём. Говорю, все, кто говорит про аккумулятор, все они козлы просто. Потому что нормальному человеку, который всерьёз играет в игры, двух с половиной часов портативного использования не хватит никогда. Ой. Да я даже тот же Smash порой на Wii U играл по пять часов нон-стопом. Какие два часа, вы о чём? Ну, давайте я скажу про аккумулятор. Это заряда, вот эта вот, которая у меня сколько? 85 процентов? О, думайте много, да? Его хватит ровно на одну пару в универе поиграть. Ровно на одну пару. Теперь думайте, насколько это много. Ай. Я, например, вчера заряжал его шесть раз. Вдумайтесь. Я, сидя дома, заряжал Switch шесть раз. А, это я ещё дома сидел, когда всё под рукой, всё, зарядки есть и так далее. Удобно ли мне будет играть где-нибудь в портативе, где нет возможности заряжать Switch каждые два часа? Не думаю. И опять найдутся люди, у которых Switch работает там шесть-восемь часов и скажут, ай, рад, да у тебя просто Switch бракованная и всё нормально. Ребят, не все люди играют в один Tetris. Но, хотя в Tetris, кстати, рафлянный, но вот, да, в какие-нибудь игры типа Tetris Switch будет дольше тянуть. Но вот я играю в Smash Bros. И у меня примерно за два с половиной часа кончается заряд со ста процентов до нуля. Блин, шесть раз за день заряжать. Да, реально, просто шесть раз за день. Шесть раз. Пятый минус. Цены на игры. Был бы очень странно, если бы я не сообщил о нём. Помните, что я говорил, что меня радует, что на Switch есть десятки игр, в которые я играл на ПК? Дело в чём. Допустим, за одни и те же деньги в тиме я куплю 10 игр. На Switch за эти же деньги я куплю одно. Вот, будем выживать распродажами, чёрные пятницы и так далее. Вот, допустим. Вот, чё вам сказать. Допустим, вот список отслеживания. Я хотел купить игру The War of Mine. Здесь она стоит 2399 рублей. В стиме я её на распродаже купил за 200 рублей, и где-то 100 рублей стоили дополнения. Здесь она стоит 2400 рублей. Кто-то скажет недорого, а я вот скажу дорого. И всё. Со мной спорить не надо, пожалуй. Дорого и всё. Типа, и внезапно после такой цены у меня как-то пропало желание играть в прототиве на Switch вот именно в эту игру. Ну, знаете, вот как-то уже, знаете, уже как-то вот не хочется. Ну, конечно, опять найдутся люди, вот замечательные люди, которые скажут, Дэра, ты не шаришь, там просто надо регион сменить, покупать, там почти бесплатно, там тебе ещё доплачивать будут за то, что ты игру купил. Ребят, я посмотрел эту игру во многих регионах, примерно вот именно эта игра и большинство игр, которые я хочу, во всех регионах стоят примерно одинаково. И ещё один минус Switch'а. Хер ли он так легко царапается? Чтобы вы понимали, у меня Switch'у и недели нет. Играю я исключительно вот, держа его в руках, или вот когда вот играю как-то вот так, вот эту же икону снимаю, я подкладываю под него что-то, чтобы он типа лежал и не царапался. Вот настолько я вот аккуратнен. Вот реально я аккуратен. Я даже защитное стекло наклеил сразу же после покупки, потому что боялся поцарапать экран. И откуда у меня царапины такие? Посмотрите, вот откуда эти царапины? Откуда? Вот, откуда эти царапины? Я вообще не пойму. Почему так всё легко? Их не было, когда я покупал консоль. Я вообще никуда её не таскал. Откуда у меня вот реально, смотрите, они большие, царапины. Что происходит вообще? Откуда они? Почему что-то и всё легко царапается. Что это такое вообще? Вообще просто, как будто не твёрдое покрытие, а какое-то золото какое-то, блин. Я не знаю, как в Майнкрафте. Очень, это очень печально. Вот реально, весь цвич сзади у меня истарапан. Вообще непонятно откуда. Я его никуда не таскал даже с собой и ничего с ним не делал особо. Не знаю, что вообще происходит. Хорошо хоть защитную плёнку ещё наклеил. Чего бы смотрел, такие вот царапины вот на экране бы. Так что, ребят, я с собой покупаю цвич. Я, конечно, многие защитные там стёкла и плёнки не любят. А, экран у меня, экран плохо видно, но при этом, мне кажется, лучше пусть будет защитная плёнка, чем вот огромная вот такая вот радужная царапина на экране. Так что, выбор за вами. Вроде бы значительные минусы закончились. Просто вот сейчас скажу, что мне не понравились, но прям полноценным минусом это отводить, вот отнести не могу. Так что, начнём с игр для картриджей. Ну, то есть, какой игр для картриджей? Я всём оболбанул, что ли. Начнём с игр в картриджах. Игр в картриджах. Начнём с игр на картриджах. О! Типа, допустим, на той же 3DS. Ну, допустим, я сейчас покажу, я покажу. Вот, допустим. Вот игра на 3DS. Я взял вот рандомную. Типа, смотрите, здесь мануальчик такой. Со всеми, на русском, со всеми всякими этими объяснениями. Там даже в конце есть что-то такое, чтобы там подпись надо поставить и так далее. Чек здесь выцвел. Ну, каррика нет, у меня в боксе лежит. И вот, ну, вы поняли. Было интересно. Купил карриш. И ещё до того, как ты начал играть в игру, ты уже осматриваешь картридж. Тебе уже получаешь фан от того, что ты смотришь на мануал и так далее. Смотрим. Что положили сюда? Ну, наверное, смотрели уже обзор Шевцова, как он это, про это докапывался. Но это не тот минус полноценный, но это всё равно очень доставляет. Как бы здесь есть для бумаг такие крепления, чтобы там мануальчик ставить. Нет, здесь картридж был у меня сейчас в свиче. Смотрим вторую игру. Может, это мне так повезло? То же самое. Ничего просто. Ничего. И вот души, вот как не было души в меню, так души нету в картриджах. Нету вот этого вау, мануал, какие я сейчас буду смотреть, всё там. Нету этого. Купил картридж, и всё. Там больше кроме картриджа ничего нет. Конечно, есть игры, в которых что-то кладут, но это редкость. Это реально редкость. Ну и в заключение. Сам свич мне очень понравился. Вот честно понравился. Отличная портативка. Ну, как всегда бывает у Nintendo, с кучей, просто с кучей мелких, вот мелких минусов, которые... на которые не обращают внимания обзорчики какие-нибудь или ещё что, но обращают внимание люди, которые действительно играют в свич почти сразу. Ладно. Это был разбор и обзор, и вообще всё вместе свича после первых дней использования. Надеюсь, вы узнали много нового, что не узнали из других обзоров. И... Ну, с вами был я, и всем пока. Спасибо Samsung за спонтерство этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok